Видал? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, MSAT SSD DDR3 память, два сокета на x70. Честно, я вообще не понимаю, для чего эта штуковина. Ну, не, понятно, для чего она очевидна. Почему здесь два, процакнуть, напишите мне. Почему не один? Почему всего один салот, если это DDR3? Можно было бы хоть что-то поставить на случай, если там с ним что-то произойдет. Но ты только взгляни. Только взгляни. Вот до чего майнинг людей доводит. До какой-то прям жести. Но смотрится это эпично, конечно, если это там что-то. Собирай игровую сборку, в общем. Девять видюх, два проца. Игровая сборка. Но речь сегодня, друзья, пойдет не об этом. Город Белгород. Компьютерная мастерская Хэппи-Пси. И супер важная тема, которая, на самом деле, каждый день маячит, каждый день меня скидывают. Но как-то, знаешь, мимо ушей это все пропускал по причине того, что, ну, иногда на людей сложно очень повлиять. Тем не менее, оказывается, подписчик мне вчера написал, скинул то, что люди вводят других людей в заблуждение. Это абсолютно нормальная тема. И я прям сразу не буду вокруг до угла ходить. Смотри, что здесь есть. Смотри. Эх, на все. Авито. Компьютерный мастер. Установка Windows. 200 рублей. Помощь с ПК. Посмотрите на эту мордашку. Ой, ты какой лопатусочка с бородой. Еще нормальный чувак. Это я, если кто не понял. И суть в том, а теперь смотри. Теперь где это? Где это вообще находится? Москва. Беляева. Коньково. Калужская. То есть, в Москве сижу я и говорю то, что за 200 рублей я вам сейчас установлю винду. Ну, просто идеальное предложение. И это очень круто. Берем второй случай. Па-бам! Happy PC MSK сборка. Ты посмотри. На что похоже? Похоже? Похоже, по-моему, на нашу наклеечку. На наш логотипчик-то похоже. То есть, действительно, сходство есть. Ну, да. Грех тут объяснять. Вот эта мордашка стоит. Суть в чем, друзья. Ну, ни для кого не секрет. То, что, в принципе, существует несколько подходов вообще. То, как ты себя продвигаешь. Есть момент, когда ты, так сказать, что есть, то есть, по чесноку, я такой-то, такой-то. А есть ребята, которые за счет, ну, назовем так, за счет других пытаются где-то, знаешь, сократить какой-то такой шорткат себе сделать, преимущество, которое получить. И в чем суть заключается? В общем-то, мне на самом деле ни капли не жалко. То есть, ради бога, вы можете там фоточку себе вставить, приятно смотреть на наши цвета. Но суть в том, что если люди представляются именно нами. Соответственно, человек, который попадает на такое объявление, он обращается к людям и говорит «Здрасте, хэпи-пи-си». Ему наговорят на это «Да, хэпи-пи-си». И, соответственно, он, то есть, грубо говоря, ребята, нашим трудом, а я скажу, это не тяжелый труд всей команды, то есть, завоевать, ну, назовем такой, как-то, Вань, залог качества, не залог качества, а как, не авторитет, а… Ну, хорошо, да, вот Вань сказал имя. То есть, есть имя, над которым ты трудишься, работаешь, стараешься, инвестируешься, вкладываешься, чтобы все, следишь за отзывом, чтобы всем все нравилось, а кто-то берет и на халявку это все дело использует. И вот именно не хотелось бы, чтобы такие моменты встречались. Чем мы сейчас с вами займемся, друзья? Во-первых, запустим клиента. Алло. Алло, да, все, я тут. Все, открываем, открываем дверь, да, открываем дверку. Ванька, откроешь, пожалуйста? Мы сейчас предупредим вас, то, что, друзья, чтобы вы сразу понимали, если вы не охотитесь ни в городе Белгороде, не существует никаких МСК, там, Санкт-Петербург, других городах и ВПС. То есть, мы единственным экземпляром находимся в нашем небольшом городе Белгороде. Если когда-то мы будем расширяться, там, на другие города переезжать, вы первые, кто об этом узнаете. То есть, это будет действительно все говориться, опубликоваться, то есть, абсолютно любые объявления в других городах, не в городе Белгороде, а в ППС, там, моя фотография, кого угодно из команды, не относятся к нам, не иметь никакого отношения, и мы за это ответственности несем. Соответственно, это, ну, я так скажу, легкого рода мошенничество, которое вводит в заблуждение обычных людей, которые хотят обратиться по сборке. Соответственно, на эту всю ерунду вы не ведитесь. Если вы набираете таким ребятам, они мне действительно помогают, я искренне рад, но к нам они никакого отношения не имеют. И мне вот интересно, сейчас, конечно, у нас суббота заходит. Никого нет. А? Никого нет. Как, сказал, прямо у вывески стоит. Ну, значит... А дверь открыта? Ну, да, что открыто, да. Серьезно, никого нет? Чудеса. Клиент позвонил, говорит, у вывески стоят. Он там стучает, там стоит. А. Мистика. Мы сейчас что сделаем? Наберем этим ребятам, ну, и просто по-доброму поинтересуемся. Друзья, как и как, можно ли действительно к ним обратиться за ремонтом? Ну, и просто спросим, зачем они такие вещи эти делают? Поэтому это видео просто служит для того, чтобы обезопасить себя. Ну, и, друзья, если вы вдруг используете чужое имя, хотя бы можете, не знаю, подписать, друзья. Скажите, мы, так сказать, подписчики ХВПС, очень смотрим, занимаемся ремонтом компьютера, к ним отношения не имеем. Ну, поставить, если это что привлекало внимание, в принципе, я не против. В ином случае, друзья, это все дело будет блокироваться. Друзья, мы остановились на том, что сейчас буду звонить самому себе. Давайте посмотрим. Эти объявления, кстати, на Юле. Наши ребята очень много заблокировали, то есть штук 5-10, наверное, модераторы Телеграма и нашего форума. Постоянно выскакивают. И, конечно же, это, ну, для конечного, наверное, клиента не особо. Хотя, я так скажу, мне даже приятно иногда посмотреть то, что кто-то нас ценит. Так, набираем, просто спросим. Просто спросим по чесноку. Главное, чтобы у нас связь, на самом деле. Наш? Их? Пользователь, кстати, занят. Ну, еще разочек попробуем. Интересно, я не знаю, где он в партии. 70, кстати, 70. 77. Ох ты, боже мой. Да, тут, вот еще в Санкт-Петербурге то же самое, вон, можете посмотреть. А такой страницы уже на сайте нет. Уволили. То есть, это, вон, все подряд. Ну-ка, знакомые лица я тут увижу. Судя по всему, знаешь, чтобы уж наверняка мастеров каких-то. А, ну вот, смотри, знакомые лица. Я тебе скидал это так, как просто Стас. Вот, да, Стас. То есть, ну, понятно, понятно. Я так понимаю, поскольку уже суббота, возможно, они трубочку действительно уже и не возьмут. Вот. Интересно, они в сети или не в сети? Был в 15.40. Я тогда им напишу пока Здравствуйте Happy PC просто. И мы пока наберем с вами ребятам, которые у нас делают сборки от лица нашей мастерской. Давай вот посмотрим. Сборки мастерской. Что пишут? Привет всем, мастер-стажер соберет вам компьютер за ваш бюджет. Также под заказ. Лучше, чем магазин готовой системы, а также Windows, а также других мастеров-мошенников. Блин, это интересно. Настроит и протестит. В основном Windows пишите, предлагайте, договоримся. Игру сильную, быстро, спасает качество. Возможно, более темных нет, дорого. Алло, да, здравствуйте, компьютерный мастер, звонили? Да, звонили. Подскажите, пожалуйста, я вот на авито вас нашел, вы по Москве же, правильно? Да. А вот, а у вас как, мастерская, я же понимаю, правильно? Просто, это же Happy PC. Что еще раз? У вас мастерская, к вам подъехать можно? Я на выезде только работаю, как часто мастер. Не принимаю нигде, могу только приехать к вам, если нужно. Ага, понял. Ну, это же вот у вас на YouTube, где вы снимаете видео разные. Что еще раз? Ну, у вас YouTube-канал Happy PC. Просто вот по объявлению звоню, там вот, мастер Даня. Это вы? Да, да, да. Ага, я понял. Ну, то есть, это непосредственно к вам можно, ой, вы можете приехать, правильно? Да, все верно. Понятно. А подскажите, сколько стоит выезд, собственно говоря, чтобы там просто нужно систему переустановить? Ну, у меня выезд бесплатный, я могу подъехать, посмотреть, что у вас там именно. А Windows вам нужно установить? Да, Windows установить. Я за выезд денег не трою, грустку заработаю. А по какой причине решили устанавливать Windows? Ну, просто плохо работает. Мне просто очень важно, на самом деле, уточнить. То есть, вот на фотографии, на объявлении, это вы, правильно находитесь? Да, 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 да. Я понял. А у меня тогда последний вопрос. Можно спросить? Да, слушаю. А кто я тогда? Что такое? Даня. Вы Даня? Да, в чем? Я не понимаю, в чем... Ну, а я не пойму тогда, я тогда не пойму, кто я. Потому что я сейчас смотрю на свою фотографию, вот, и вы говорите, что я это я, что я это вы. Я пытаюсь понять, кто тогда я. Вот. Потому что это очень важный вопрос. Я не дам вам ответ на этот вопрос. Не знаю. Ну, я понял. Ну, я просто, знаете, смотрите, да, это, собственно говоря, я вот звоню по своей мордашке, по объявлению. Мы из Белгорода. Вот. У нас компьютерная мастерская, хэви-пси. И просто получается, что вы, как бы, ну, представляетесь мной. Вот. И я хотел уточнить, ну, как бы, это же, наверное, не совсем корректно так делать. Вот. У вас это такой, так сказать, план продвижения? Или, то есть, ну, как говорится, просто хотел узнать мотивацию таких вот телодвижений, представляться чужим человеком в другом городе. Ну, по-моему, это, ну, как минимум, не очень по-честному. Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Затрудняюсь ответить. Ну, смотрите, как вас зовут по-настоящему? Я же понимаю, что вряд ли Даня, потому что Даня это я. Вот. Александр. Саш, да, я просто, так сказать, я чувак простой, вот, искренне, абсолютно. Мне вот просто, знаете, просто сам понять. То есть, вы вот, у вас это регулярно такие вещи происходят, чтобы, потому что мне иногда подписчики скидывают, говорят то, что от моего лица, там, грубо говоря, предоставляют какие-то услуги. То есть, вы, если предоставляетесь нашей мастерской, ну, получается, что, своего рода, вы, как бы, мы за ваши косяки несем ответственность, потому что люди думают, что это, как бы, другие ребята, на самом деле, вы там сами предоставляете услуги. Я просто вот так вот, если по-честному, конечно, то, что вы делаете, это неправильно. И, соответственно, ну, я просто, так сказать, от лица доброго города Белгорода хотел бы попросить, чтобы, если возможно, фотографии, вот, и представлять, то есть, чтобы вы не выставляли от лица нас объявления и те услуги, которые... Я допускаю, что вы, может, хороший мастер, хорошо настраиваете системы, но, мне кажется, лучше быть самим собой. Это куда более приятнее, честнее, и, получается, что, ну, не будут возникать вот таких неприятных ситуаций, когда вы с самого начала общения, а мы, по факту, с самого начала общения, вы меня обманываете, представляете другим человеком, и, получается, даже если вы классный действительно мастер, то это уже никто не оценит. То есть, ну, получается, знаете, эффект начала уже неправильный. Поэтому я вот искренне вам желаю, чтобы все-таки то, чем вы занимаетесь, у вас все хорошо получалось, люди действительно оказывали классный сервис, если вы на это способны, образно говоря, но при этом делали это от своего лица. Вот если вот, так сказать, по-мужски попросить такую... Можно, так сказать, обещание с вас взять, что больше вы от лица нашей компьютерной мастерской и, в частности, меня свои услуги предоставлять не будете. Мне кажется, это абсолютно будет справедливо, по-взрослому, ну, и по-мужски как-то, потому что, ну, сами понимаете, вряд ли бы вы хотели, чтобы у вас там где-то были двойники, за вас что-то там делали. Согласны? Согласен, я передам информацию, чтобы поправили объявление. Хорошо, скажите, пожалуйста, это получается просто за вас их, это не вы выставляете, правильно? Я не могу отвечать на перечень этих вопросов. Я понял, Саша. Хорошо, ладно, вопросов больше нет, тогда передайте, пожалуйста. Да, и надеюсь, ну, как говорится... Да, да, до свидания, всего хорошего. Это, дозвонились, дозвонились мы до людей. И я, так, я уже прочувствовал на самом деле момент, видно, понятно, что дело Александра. Это, учитывая, вот смотри, мы щелкаем тут, да, учитывая, сколько тут разных объявлений в разных городах, Александр, это, ну, просто называется, там, наверное, один из частных мастеров, а это все. Потому что я когда звонил, мне сейчас перезвонили с другого номера. То есть они сбросили звонок, передали мастеру, и он, соответственно, позвонил. У них, я так понимаю, какой-то, видимо, регламент с этим связан. То есть тебе просто заявку, и он там представляется кем угодно, лишь бы, как бы, поехать там на вызов. Поэтому я допускаю, что человек может быть сам к себе абсолютно адекватнее, но он не отвечает за, там, вот эти выставления объявлений. И, учитывая, сколько разных, там, вот этих всех моментов происходит, конечно же, ну, как бы, вот ему просто говорят кивать головой, а он кивает головой. И, господи-то, боже мой. И, соответственно, как бы, грустно немного, на самом деле, в такие моменты становится, потому что он сам прекрасно понимает, он вынужден выслушивать вот эти вот звонки с города Белгорода, и что его просят не представлять, ну, это забавная ситуация, согласитесь. Это Даня из Хэппи-Си? Да, это я. То есть, ну, а я тогда кто? Вот кто тогда я в этой ситуации получается? И можно только вот так вот сказать, руки поднять, потом опустить и постараться словить дзен, чтобы такого не было, и главное, чтобы вы на это не попадались. Потому что, к большому сожалению, в 90% случаях, вот такие, видишь, Санкт-Петербург, Даня, Москва, Даня, вот мы стоим, такие вот симпатяшки. К большому сожалению, эти люди, которые работают по принципу 200 рублей за драйвер. То есть, он приезжает бесплатно, потом бабушка каким-то вылетает счет в размере, там, 15 тысяч рублей за настройку системы. Это реально, вот это реально больно, а еще, если он сказал, что Даня из Хэппи-Си, ну, это, как бы, ну, это полная, называется, потеря-потерь, фейспалм, можно здесь ловить, и на этом, я думаю, нужно будет закончить. Поэтому, друзья, еще раз повторюсь, любые такие объявления, которые вы видите, это не город Белгород, а это все фейк на текущий момент, и на ближайший, я думаю, год не планируется нигде открытие наших точек, вот, а если будут, вы первые, кто об этом узнает. Все. Вань, вот, скажи, пожалуйста, ты всегда знаешь, мне я слишком мягкий, а вот в тебе всегда есть вот эта вот нотка с другой стороны. Что ты об этом думаешь? Ну, да, спасибо. Спасибо, Данил. Что я думаю об этом? Ну, на самом деле, если вы звоните, я так скажу, я думаю, настоящие подписчики на эту фигню не поведутся. Потому что вы знаете, что работаем мы только в Белгороде, по факту, и у нас нигде нет Данек клонированных, как в «Звездных войнах», допустим. Ну, все же, кто открыл глаза, о, это Данил, туда-сюда, узнайте его, вот он приедет к вам, узнаете. Если это не Данил, вызывайте милицию, кража личности, вот, или мошенничество, вас уже по факту разводят, вот, потому что представляются другим человеком. А что этим ребятам сказать? Ну, вы сами выбрали свой путь, поэтому, если вам какая-нибудь бабка костылем перефигачит голову за Windows за 15 тысяч, это справедливо. Таков путь. Таков путь, друзья. Напишите что-нибудь в комментариях, нам будет действительно искренне интересно почитать. И не забывайте то, что у нас по ссылочке есть наш потрясающий форум, где вы можете любые технические вопросы решить. Берегите себя, свою личность, идентичность, и лучше маленькими шагами, но все-таки делать честно, чем большими нечестно, друзья. Потому что в итоге удовлетворения вы не получите от этого. Только маленький труд шаг за шагом вас, знаешь, приводит вот к этой вот гармонии, к которой все стремятся. Пока-пока.